Продолжаем эфир. В Павлодаре строят противортутный барьер для того, чтобы предотвратить распространение крупнейшего в республике очага ртутного загрязнения. Стену в грунте возводят в северной промышленной зоне города, рядом с бывшим химическим заводом. Экологи считают, она спасет реку Иртыш от загрязнения. Однако, как окончательно избавиться от ртути, пока никто не знает. Евгений Мягченко продолжит тему. Ртутное загрязнение в районе озера Былкалдак считается одним из самых крупных в республике. Масштабная утечка произошла вследствие допущенных ошибок. Сотрудниками Павлодарского завода «Химпром» еще в советское время, говорят экологи. В средстве нарушения технологии производства, а также техники безопасности, работниками завода была допущена обильная утечка металлической ртути в окружающую среду. Во все три сферы. В воздух, в атмосферу, на почву, а также в воду. Но основную опасность на сегодняшний день представляют именно грунтовые воды. Для этого и возводят противортутный барьер. По информации областного управления недропользования, охрана окружающей среды и водных ресурсов, это продолжение существующей стены в грунте протяженностью более 3,5 километров. Построено еще в 2004 году. Глубина стены составит 12 метров, ширина 80 сантиметров. Стоимость проекта 751 миллион тенге. Противортутный барьер достаточно эффективен. Грунтовый поток преодолеет стену за 254 года. А это довольно внушительный срок. В целом, нужно также отметить, что установка самой стены в грунте – это не одно мероприятие, которое в данном направлении вообще проходит. У нас есть ежегодный мониторинг ртутного загрязнения, который проходит. Отбираются порядка 300 проб каждый год. Попадание ртути в реку – самый страшный сценарий, о котором говорили 20 лет назад и о котором говорят сегодня. Реализация данного проекта позволит обезопасить реку Иртыш и колодцы ближлежащих сел. И пусть стена не решит вопрос полной ликвидации очага загрязнения, говорят специалисты. Но точно станет ясно, что ртуть не движется к ртышу. Строительство барьера планируют завершить в этом году.